Прилетело просто неебических размеров короб очка, поэтому берем в острейшие укро ножницы и начинаем делать Я обычно не акцентирую внимание на том как упакована посылка, но в данном случае это важно, поэтому замечу что под одной пупырчатой пленкой есть еще одна пупырчатая пленка на бумажной основе. А под ней скрывается коробка из простого картона с надписью ФИФИНИ. Если ты смотрел мой канал, то знаешь, что это за контора, а если не смотрел, то открываем коробочку и ожидаемо находим там раком с раком микрофон, но не просто микрофон, а целый комплект сука юного заводчанина. Это все, что нужно звезде рок-н-ролла. Приветствует нас кучка макулатуры и поп-фильтр на гибкой ноге. Крепеж у этой самой гибкой ноги металлический, с прорезиненными вставками, чтобы ничего не поцарапать, а подпятник винта пластиковый. Сами вот эти пяльца на двух болтах, то есть чисто теоретически их можно будет раскрутить и заменить вот эту вот сетку, если это понадобится. И качество вот этого круга, ну, приемлемое. У него есть там небольшой облой, но в целом нормально, можно ножичком чуть-чуть его убрать. Что касается самой защиты, то она тряпочная, состоит из двух слоев и сеточка очень мелкая. Подняв кусочек вот этого вспененного материала, опять-таки, чтобы ничего не побилось на нашей ебучей почте, и ты еще имею в виду, что помимо госпочты этой страны, посыл очка на том конце была отправлена еще одной госпочтой Китая. А два дебила, как ты понимаешь, это сила. Но, впрочем, я покупал одним из первых с доставкой из Китая, а сейчас на Алике в опциях появилась доставка из Раиси, так что хотя бы одних долбоебов можно будет избежать. Внутри коробки, опять-таки, внутри вспененного поролона, где под каждый предмет выдавлена ниша, для того, чтобы он не болтался и не терся, находится полный комплект для установки микрофона. Во-первых, здесь есть маленькая настольная тренога, она абсолютно обычная, и такая тренога есть в комплекте практически со всеми китайскими микрофонами, я уже много раз про них рассказывал, поэтому повторяться не буду. Помимо этого, здесь есть нога, так называемые ножницы, чем-то напоминающие ногу для настольной лампы. Она, разумеется, металлическая, к ней прилагается такая же металлическая струбцина, чтобы закреплять ее за кромку стола или полки. Также есть паук, который позволяет подвесить микрофон таким образом, чтобы всякие разные нехорошие колебания, ну например, требезжание компутатора, который стоит на этом же столе, или еще какие-то мелкие толчки, не попадали, ну или хотя бы меньше попадали в звук. Плюс, для этого паука есть запасные резинки, на тот случай, если те, которые уже установлены, износятся или порвутся. Здесь есть поролоновая ветрозащита, и почему-то на ней опять отпечаталась какая-то ебучая полоса. Дело в том, что во время прошлого моего обзора микрофона от FIFINA, где была совершенно другая модель, но тем не менее на ее поролонке тоже отпечатались следы картона, в который она была вжата для транспортировки. И здесь тоже вот какой-то непонятный след, не знаю, вытянется он или так и останется. Но не суть, нам эта поролонка на самом деле нахер не нужна. Ну и собственно здесь сам микрофон и кабель к нему. Модель микрофона FIFINA T669 и внешне он практически идентичен другой модели микрофона от FIFINE, которую я уже обозревал. И две претензии у меня к той модели заключались в том, что у нее был несъебный USB кабель и на ней не было индикатора того, что она работает. То есть не было светодиодика. В этой модели одна из этих проблем решена, светодиодика по-прежнему нет, но нижняя часть корпуса, там где находится большая такая резьба, на которую накручивается кольцо, которое удерживает микрофон на стойке, так вот эта резьба удлинена таким образом, что в ней поместился USB разъем, ну такой квадратный плоский, кажется это называется USB Type-B, точно такой же, который обычно стоит на принтерах, сканерах и тому подобных девайсах. Это очень хорошо, что выбран именно этот разъем, потому что это все-таки микрофон, то есть девайс, который предполагается, ну хотя бы изредка перемещать, а кроме того в некоторых случаях достаточно часто отключать и подключать. Соответственно вот этот разъем Type-B обладает куда большей механической прочностью, чем любые мелкие разъемы типа microUSB и уж тем более Type-C, мне кажется у Type-C вообще самая херовая механическая прочность. Ну и поскольку это единственное отличие от той модели микрофона, которую я уже обозревал, стоит наверное сосредодрочить внимание на комплектном кабеле, который прилагается к этой модели. Он охуенен. Я вообще очень люблю всякие классные USB кабели со всякими металлическими разъемами и прочими понтами. Здесь вот прям кабель в полный рост. У него очень классные разъемы с двух сторон, на которых написан бренд, также в комплекте есть хлястик-липучка и еще этот кабель очень толстый. Я уж не знаю какой там толщины внутри сами проводки, но общий диаметр кабеля прям вот внушает. Соответственно, ну реально классный кабель. Длина кабеля два с половиной метра, обычно у микрофонов ну максимум метр восемьдесят, а здесь два с половиной. Этот запас нужен для того, чтобы спокойно и безгеморройно разместить микрофон на вот этой вот руке и пустить кабель вдоль нее, да еще так, чтобы хватило дотянуться до допустим задней стенки компутатора. Ну в общем кабель просто зачетный, очень мне понравилось. Единственное не очень понравилось, что вот эта вот рука, то есть вот эти ножницы для фиксации микрофона, не очень хорошо покрашены. Такое ощущение, что это какой-то сплав, краска к нему липла очень хуево, грунт там не нанесли, ну в общем покрашен он как-то вот не очень. Ну если не лапать его целыми днями, то наверное краска долго не облезет. Но опять-таки это касается только вот этой руки. Сам микрофон покрашен очень хорошо. В целом он ничем не отличается от того микрофона, который я уже подробно обозревал. Здесь тот же самый электретный капсуль, где-то примерно 16 мм в диаметре. То есть китайцы врут, это не конденсаторный микрофон, это электретный микрофон. Электрет это конечно частный случай конденсаторного микрофона, но все-таки под понятием конденсаторный микрофон, все-таки обычно понимается конденсаторный микрофон, а не электретный. электретный. Сборка примерно такого же качества, как и была, все там нормально пропаяно, особого какого-то зашквара нет, ну разве что вот остатки канифоли остались на красном вот этом плюсовом проводе, и в общем-то все. Особенностью электретных капсулей является то, что с годами они лишь деградируют, точно так же, как и ты, впрочем. Если у качественных капсулей это время исчисляется десятилетиями, то вот у этих непонятных капсулей с Алика, ну я думаю, лет 5-10 у тебя есть, после чего, наверное, придется их поменять. С другой стороны, они стоят недорого, их можно заказать на том же Алике и совершенно спокойно перепаять, здесь это несложно. Внутри все та же самая начинка, ничем не отличающаяся, за исключением, естественно, USB-разъема, и точно так же я не смог разглядеть маркировку на чипе, потому что она там тупо отсутствует. Есть подозрение, что китайцы специально что-ли ее стачивают или какие-то чипы покупают без маркировки, хуй его знает. Что касается качества звука и шумов. Весь этот видос я озвучиваю на вот этот микрофон Fifine T669. Я не использую шумодав, единственное, звуковую дорожку в финальном видео я чуть-чуть усилю, то есть бустану. Но шумодав использовать не буду, потому что, на мой взгляд, у этого микрофона, особенно учитывая его цену, весьма приемлемо низкий уровень шума. Сейчас у меня крутилка на микрофоне находится где-то примерно на 25%, а в виндоузе микрофон стоит на 80%. Так что сейчас я заткнусь и давай послушаем, как этот микрофон шипит. Ну ладно, ладно, затихаю. Ну в общем где-то минус 54 децибела, ну вполне нормально. Разумеется, чувствительности не хватит для записи ударных, например, но для записи струнных инструментов и уж тем более для записи вокала и каких-нибудь подкастов или вот студии бубнижа, как у меня здесь, вполне этого микрофона достаточно. Ну не знаю, давай я что-нибудь такое попизжу, чтобы были взрывные и сибилянты. Сосочек, сосочек, сосочка, попка, сочная попка, сисечки, сисечки, сосцы, сосочки. Ну по-моему нормально, вполне себе. Ну то есть он пишет так же годно, как и та предыдущая модель, которую я уже обозревал. И у многих возникает вопрос, Изя, ты че ебубо что ли? Ну ты че ебубо что ли? Ну нахуя тебе еще один микрофон, ты че ебубо что ли? Ты че ебубо что ли? Да че ебубо что ли, бля? Объясняю. Дело в том, что мой основной микрофон, на который я пишу уже года полтора, меня не устраивает как раз уровнем шума. Он меня устраивает тем, что он очень компактный, автономный и самое главное то, что он пишет в стерео. Но меня не устраивает уровень шума и у него еще слишком ебанутая чувствительность, то есть на него слышно, как соседи подметают пол, например. И я каждый раз матерюсь, когда для вас, долбоебы, пытаюсь сделать качественный звук. Потому что мой секси голос, это моя визитная карточка. Кстати говоря, вот эта ручка регулировки уровня очень сильно помогает, когда ты стримишь. Потому что там иногда начинает жаловаться народ, что плохо слышно, и гораздо проще вот крутануть эту ручку на микрофоне, чем что-то там где-то, блядь, в настройках ОБС или еще где-то лазить и искать этот уровень. Но будь аккуратен, потому что однажды я крутанул так, что у смотрителей начали, сука, уши, блядь, вываливаться, потому что микрофон ушел в перегруз, и я звучал как Ленин с броневика в 17-м году. Ну, для ньюфагов поясню, в 1917 году, да. Ну так вот, поскольку у меня сейчас два практически идентичных микрофона, то я могу наконец-то получить стереосигнал, то есть на один писать левый канал, на второй писать правый канал. Для интересующихся, впрочем, придется пояснить, что поскольку я звук пишу через Audacity, а несмотря на то, что это вроде как многоканальный редактор аудио, записывать в данный конкретный момент времени эта программа может только с одного аудиоустройства, а два USB микрофона определяются как два разных устройства записи, и их каким-то образом нужно будет синхронизировать. Вот такая вот специфическая многоканал очка. Соответственно, придется изъебнуться и создать из двух микрофонов одно виртуальное устройство записи через какую-нибудь программу типа Voice Meter или Virtual Audio кабеля. А в звуковом редакторе, который умеет одновременно работать только с одним устройством записи, выбрать в качестве этого самого устройства записи вот то виртуальное, которое мы создали в той программе. А да, кстати, в каждом видосе про USB микрофоны приходится пояснять, что качество записи USB микрофона вообще никак не зависит от звуковой карты, которая у тебя установлена в компьютаторе. У тебя может вообще не быть звука в компьютаторе, но USB микрофон будет продолжать записывать звук, потому что у него внутри стоит своя звуковая карта, которая и оцифровывает звук. И еще, как и многие другие USB микрофоны, T669 при подключении к компьютатору, он какого-то хера определился в том числе как устройство звуковоспроизведения, хотя порта для наушников на нем нет. И естественно в Windows пропал звук, потому что он пытается вывести его на вот этот микрофон. Это устройство в миксере винды пришлось заблокировать. И кстати говоря, USB микрофон через OTG адаптер можно подключить к смартфону, например. Но я пробовал к Gantondroid подключать, и наверняка можно подключить и к гейфону. А то, что тут у некоторых какой-то шум появляется якобы от отсутствия заземления в компьютаторе при использовании USB микрофона, то ты вниматочно на него посмотри, а действительно ли он USB микрофон. Может быть у тебя какой-нибудь BMW 700, где USB используется только для питания, а на самом деле он совершенно обычный аналоговый микрофон, который вставляется в звуковую карту. Кстати, у какой-то стримерши я видел, у нее два одинаковых микрофона стоит слева и справа от монитора. Но акустически это не очень верно, потому что микрофоны для качественной стереозаписи должны располагаться примерно на таком же расстоянии друг от друга, на которое разнесены уши среднестатистического слушателя. То есть максимум пара десятков сантиметров. Я не буду заниматься хуйней, вот это вот все X и Y, там и тому подобные, блядь, расположения микрофонов, которые на самом деле сделаны всего лишь для упрощения работы с ними, чтобы не перепутать, какой левый, какой правый. Я поставлю оба этих микрофона на вот эту руку и каждый своим кабелем воткну в USB-порт. Остается только одна задача, каким образом эти микрофоны скрепить между собой. Наиболее акустически достоверна именно синяя изолента. Поэтому я просто смотаю эти два микрофона с синей изолентой и все будет заебись. Соответственно, вот реально могу порекомендовать этот микрофон, особенно если брать его в комплекте, где есть все, что тебе, сука, понадобится для того, чтобы, ну, допустим, начать стримить или делать какие-то блоги, подкасты и так далее. Или же если ты уже стримишь на какую-нибудь каку, то вот этот микрофон позволяет недорого сильно улучшить качество твоего звучания для зрителей. В том числе, если ты, например, поешь или играешь на гитаре или каких-то других струнных инструментах. Еще раз подчеркну, для записи ударных этот микрофон не подходит. И еще такая особенность, у него нет прослушивания. То есть в него нельзя подключить, допустим, наушники, чтобы одновременно слушать в реальном времени, что же ты там такое поешь. Но это хорошо, потому что на тех дешевых микрофонах, где есть выход на наушники, ну, например, у того же Fifine есть модель, где есть и выход на наушники, и светодиодик-индикатор, и съебный кабель. То есть все в одном. Но тем не менее, выход на наушники там настолько шумный, ну, потому что места мало, и усилитель невозможно сделать так, чтобы он не шумел. Ну, в общем, пользоваться ты все равно не будешь, а цену это увеличивает. Так что, если тебе нужен микрофон, ссылочка на покупку, как обычно, в описании к этому видео, можешь смело покупать. Ссылочка, конечно же, реферальная во все поля, но мне можно, потому что... Я бог ютуба! Лайк подписка, сорванцы!